О трудах Петерима Сорокина Николай Федосевич Зюзев может говорить часами. О его копилке немало исследований, посвященных социологу, и расшифровок его рукописей. Сегодня преподаватель кафедры культурологии Сектовкарского университета рассказывает об альтруизме. Этому человеческому феномену Сорокин посвятил немало времени. И его методики, говорит Николай Федосевич, большой популярностью пользуются за границей. Вспоминается Стивен Кост, который с меня удалось в Нью-Йорке встретиться. Очень жалко, что он к нам не приезжает. Которые работают у себя в университете и непосредственно они используют на практике вот эти методики Сорокинские. То есть альтруистическое поведение, техники, воспитание в себе и других альтруизмов. Но использует он их в медицинских целях. То есть это тяжелобольные, старики и так далее. Вот где непосредственно помощь людям нужна. В этом году известному ученому 130 лет. Чтобы дата не прошла бесследно, назначенный ответственный Министерство национальной политики КОМИ. Открывает юбилейный год как раз сегодняшний круглый стол. Завершаем мы совместно с нашим Соктовгарским университетом проведение международной научной конференции Петерим Сорокин и парадигмы глобального развития 21 века, который у нас состоится в сентябре текущего года. Популярна работа социолога и за пределами страны. В этом году, к примеру, российские ученые обсуждать его труды будут сразу на нескольких конференциях в Японии. Что же до КОМИ? 8 лет назад у нас появился целый центр, занимающийся сохранением наследия Сорокина. За эти годы оттуда вышло немало исследований, которые получают удобрение мирового ученого круга. На эту тему я разговаривал с представителем России по культурным связям с Соединенными Штатами Америки, с бывшим министром культуры Шиппит. Разговаривал и в Академии науки, и в других. Их видели многие ученые. Книги, которые издаются у нас, очень довольны, что такая работа пошла. Очень хотят, чтобы эта работа продолжалась. Первый раз, вспоминает Валерий Марков, у нас в КОМИ так широко отмечали юбилей Сорокина 20 лет назад. Тогда на родину социолога приезжал сын Сергей. С тех пор имя Петерима Александровича для жителей республики успело стать еще более громким и известным. И это не только из-за масштабной работы центра наследия. На доме, где родился и школе, где учился социолог, установлены мемориальные доски. А имя ученого носится к Тывкарский университет. Там труды выходца из нашего края изучает молодежь. То, что интерес студентов очень значительный, это проявляется самым неожиданным образом. Вот в понедельник, 4 февраля, мы отправляемся на родину Петерима Сорокина, в Турью. И нам не хватило мест в автобусе, настолько было много желающих студентов посетить место рождения. Несмотря на то, что сейчас каникулы и далеко еще не все студенты находятся в городе. В Турье молодых поклонников известного ученого ждут экскурсии и обсуждения. Там сегодня работает целый музей. А уже в марте Центр наследия выпустит очередную книгу, посвященную трудам Петерима Сорокина. Любовь Филиппова, Алексей Паршуков, телеканал Юрген.